Здравствуйте! Это 305 выпуск студенческой эмиграции в Австралию. Мы проводим с нашим гостем, с Андреем. Очень приятно. Андрей это человек, который пошел учиться в университет технологический Сиднея в UTS. Тот самый, мой родной, почти на ту же самую специальность. Не совсем мастеров инженеринг-менеджмент, но практически на то же самое. То есть это будущий инженер и уже нынешний инженер по российской квалификации. Больше сейчас менеджер-инженер по австралийской. Цель этого видеоролика состоит в том, что я не смогу, даже если бы люди этого хотели, и я бы этого хотел, я не смогу помогать всем в полном объеме, как я могу помогать людям, которые идут на некоторые специальности. В университет Центрального Квинсленда и в университеты, которые находятся в Сиднея, с кем я работаю. И в языковые школы. Некоторые другие учебные заведения. Почему? Потому что, во-первых, я не могу иметь особые отношения, контракты и так далее со всеми учебными заведениями. Во-вторых, незнание и неумение, допустим, оперировать в какой-то области, ну, предположим, какая-то медицинская специальность и так далее, приведет к тому, что качество моих услуг, оно будет ниже, чем я поставил для себя планку и что люди ожидают от меня. Не надо жадничать, надо дать людям возможность самим подаваться в учебные заведения. С Андреем у нас были достаточно долгие, относительно, наверное, долгие переговоры, какие-то разговоры, встречи. Вот. И Андрей как раз и есть тот человек, который может вас научить, как подаваться самим. Итак, расскажи, Андрей, немножко о своей программе, о своем пути. Ну, во-первых, как ты пришел к самой идее обучения в Австралии? Почему в Австралии? Почему в UTS? Почему в Sydney? Так, ну, прежде всего, всем привет. Хочу сказать, передать привет России, Томску родному. Ну, вот как сказать, все началось с того, что я, помню, съездил на Бали, посерфил. Потом как-то пришла идея съездить все-таки не на Бали, а немножко дальше и посмотреть Австралию. Что ж такого привлекательного там есть, потому что есть знакомые, которые туда уезжали, и какая-то такая информация, конечно, разрозненная была. Съездил в Австралию, посерфил, месяц провел. И на Булкосте. На Голдкост. Саншайнкост, Байронбей. Практически все на машине объехал. Так уж сложилось. Не повезло, конечно. Спасибо российским тоже товарищам, которые здесь меня встретили очень хорошо. Вплоть до Мельнбана и проехали на машине, конечно. Очень понравилась страна, и я понял, что, в общем-то, здорово. То есть можно серфить, и заниматься спортом, и климат хороший. И, в общем-то, пришла идея, что можно язык подтянуть для своего будущего, как говорится. Можно и получить образование довольно-таки высокого класса. Потому что я все-таки чувствую себя таким глобальным человеком. То есть я не люблю сесть на одном месте. У меня виза есть в США, в принципе, и можно будет в США, а потом поехать по работе. То есть возможности много. Главное – это база, это язык и образование. И я, в общем-то, решил, что хочу на два года поехать в магистратуру, поучиться именно в Австралию, в Сидней, пожить здесь, посмотреть, приобрести навыки полезные. Потому что у меня довольно плохой бэкграунд уже есть, в Газпроме наработанный, вот, по системам автоматики, по нефтегазу. Здесь нефтегаз, как говорится, нефтегазовый бум такой, то есть, может быть, можно будет и поработать. Газовый, хотя, в принципе, нефт на Тимуре добывают. Ну, газовый, да, газовый, да. Шеврон. Это бежит средний шеврон. Я смотрел уже, да, проекты, говорят, что даже стоят. Проекты, которые на бумаге, то есть нет рабочей силы, им не приняты решения еще. Но, конечно, ресурсов очень много в Австралии. Поэтому, в общем-то, в Газпроме тоже скучно было сидеть в последние годы, как бы, застой такой. Ну, это ты брос Миллер, смотри, какой дворец я построил. Ну, Миллер молодец, конечно. Вот, ну, опыт получен, принято было решение, значит, развиваться дальше. А UTS? UTS, ну, провел ресерч такой я в интернете, и, в общем-то, по всем каким-то источникам бумажные журналы находил, даже с описанием университетов и так далее. Вот, UTS привлек тем, что интересную программу попалась мне, то есть, комбайн программ, включающийся в систему управления и инженерный менеджмент. Посмотрел план, то есть, студенческие предметы, очень, в общем, очень, то есть, прям, все по моему бэкграунду, по моей специальности. И пришел к выводу, что в сравнении там с другими конкурентами, то есть, с другими университетами, в которых такой программы я, кстати, не увидел. Вот, университет Сиднея, да, можно сравнить с Новым Южным Уэльсом. Тоже неплохие университеты, конечно. Ну, программа меня очень привлекла, и я решил податься, то есть, самостоятельно списался с университетом, подал документы по почте электронно. Помню, что процесс, в общем-то, удобный, то есть, молодцы. То есть, я в Австралии смотрю, что все электронно. Подаешь application, платишь 100 долларов, там, и сколько application fee, тебя рассматривают, то есть, никаких проблем, даже с элементарными знаниями английского. Я думаю, человек может справиться. Ну, если он захочет это сделать, то есть, найти время на это, опять же, выходной день потратить. То есть, все возможно, и люди отвечают, можно и позвонить в университет. Поэтому, сейчас я здесь. Через месяц стартует с моей программой, в конце июля. А почему, вообще, я согласен, 22,5 тысячи торговцев, целых 5 тысяч, это для этого образования не дорого. Если бы ты посмотрел западную Австралию, там эти цены были гораздо выше. А почему ты не поддавался с обладательными и миграционными агентствами? Ну, как-то я, честно говоря, сам решил все делать, потому что, во-первых, это и деньги, во-вторых, как бы, не знаю, у меня такие навыки инженера и менеджера, ну, согласно моему бэкграунду. Я, то есть, наработал уже опыт и понял, что я могу практически как бы вещи для себя организовать, вплоть там от туристической поездки какой-нибудь, куда-нибудь получение какой-нибудь визы, до обучения. Это несложно сделать, потому что надо этим заняться, проработать вопросы, тем больше, что интернет есть, информация вся есть, которая не указана для этого. И очень. Только, конечно, нужно время. Поэтому я решил не обращаться ни к кому, потому что я, честно говоря, не такой человек. Ну, это зависит. Я даже, если получу там какую-то проблему, я получу ее сам, то есть это будет результатом моих действий, какой-то отказ или еще что-то, какую-то неудачу. Но это не будет результатом действий других лиц. У тебя было интервью по суставу? Нет, у меня тренда сегодня было. Конечно. Это нестойно, у меня было ничего. То есть вот это говорит о том, что, в принципе, так и надо это делать. Мы сейчас, наверное, прервемся на некоторое время, потому что тут идет решение некоторых вопросов. Сам это кручим займемся. И, ну, от этого мы продолжим. Спасибо. Так, следующий вопрос. Как тебе здесь жизнь? Ну, первое впечатление, вообще город меня, как бы, принял очень хорошо. И люди приняли. Город очень понравился. Такое приятное, легкое ощущение. Я больше всего поялся стоимости продуктов, проживания. Я был готов к тому, что он здесь небюджетный. Но для меня было самое главное, что продукты здесь на рынке, то есть можно купить намного дешевле, чем у нас в Сибири. На порядок, причем не просто... Не, ну, на порядок это герчисто. Ну, мясо, например, я сравниваю. То есть некоторые фрукты, овощи, яблоки те же, то есть апельсины, дешевле. То есть на где-то, ну, процент на сколько? Если у нас там, допустим, 40 рублей апельсины стоят, да, здесь 67 центов. Ну, два раза. Два раза. Ну, не на порядок. На порядок это. Устрицы здесь дешевле и просимые. Устрицы, я чувствую, они не особо. Теперь, теперь скажи нам, если бы ты сейчас имел выбор ехать... Америку ты видел, да? Да, я посмотрел Америку перед Австралией, потому что был выбор... Ну, у меня еще есть виза, в принципе, на 2,5 годовая, то есть ничто не мешает мне. В принципе, я Америку и рассматривал, как, может быть, потом в плане карьеры было бы интересно тоже там пожить. Ну, один из моих друзей, он, в общем-то, один из самых выдающихся инженеров и менеджеров, и ученых в Австралии в области майнинга, вот, он был менеджером самой крупной угольной шахты, а угольная шахта это уй-й-й-й, здесь, как у нас. А вот сейчас он живет в Колорадо. То есть лучше по деньгам, лучше по каким-то перспективам. То есть, если ты ставишь перед собой просто очень высокие цели, а не для того, чтобы просто хорошо жить и так, наверное, жить в кайф. То есть, жить в кайф, наверное, Австралию. Если хочешь достичь топа и готов для этого прилагать большое усилие, по США, то есть ты думаешь, после обучения, в принципе, Газпром-то, давай так уж честно говорить, это не так уж и плохо. Ну, да, так и плохо, конечно. Деньги тоже хорошие открываются. Ну, может быть, да. Может быть, ты и прав, Саша. То есть, если, допустим, Газпром там куда-то, в Москву, допустим, в принципе, тоже вариант. Но я вот именно и хотел, то есть, на два года. Нет, сюда на два года, то есть серфинг, пляжи, учеба, английский. А ты думал о том, что сейчас уже два года тебе дают рабочую практику. Понятно, что ты будешь иметь работу по специальности вот эти два года. Думал о том, чтобы эти два года сделать и потом, может быть, в Соединенных Штатах. Потому что твоя идея по Соединенным Штатам мне нравится. Я думаю, что для того, чтобы достичь высокого уровня на том же Газпроме, вообще в России, тебе надо идти в какие-то головные офисы крупных, западных компаний, а с американским опытом, наверное, у тебя было бы побольше. То есть, ты, может быть, и два года не будешь эти использовать, может быть, Штаты. Ты можешь договориться, в принципе, здесь с компанией поехать в те же Штаты работать? У тебя возможности такая есть. Абсолютно. Ну да. Ну, надо будет осмотреться, потому что я здесь только вот приехал немножко пораньше, то есть еще такое немножко глаза большие, то есть... Ты в июле, в августе начинаешь? Нет. Ну, ориентейшн стартует там с 23-го. Ну, считаю, что в конце июля я начинаю семестр. Я решила пораньше. Я же учился, я знаю, что это или конец июля, или начало августа первая твоя сессия. Естественно, ты уже взял список предметов и сейчас... Нет, у меня еще будет. То есть это... Я записался уже, но... Мы с тобой посидим, выберем как раз предметы, которые будут в институте на стернах. Может быть, у меня где-то на компьютере и на бэкап-диске у меня это есть. Значит, теперь я хотел бы... Ты человек независимый, ты человек, в общем-то, достаточно. Я хочу сказать, кто-то сказал, что там люди... Мои друзья, мои студенты, это люди подневольные, люди там почти что управляемые и так далее. Я не думаю, что Андрей, это самый крутой из всех людей, который сюда едет, но вы должны понимать, что студенты, которые едут в Австралию, это люди не бедные, не золушки в штанах или в юбках. Это люди, которые вообще не позволяли собой управлять ни в России, нигде, иначе бы они не заработали этих денег. Или их родители, по крайней мере. Понятно, да? То есть, управлять такими людьми можно только в том случае, если они тебе это позволяют и прекрасно знают, что это выгодно, и то до определенного предела. Если они не могут что-то делать сами, то они позволяют тебе помочь себе. То есть, ты им ничего не можешь навязывать. Ты можешь навязывать людям, у которых нет ничего. Люди, которые сюда приезжают, ну, понятно. Чтобы сюда приехать, даже по языковой программе нужно показать как минимум отрицательное. Заработать отрицательнее в стране, если ты ноль, то ты... Конечно. Точнее, отложить, не заработать, отложить. Это разные вещи в России. Да, то есть траты в России достаточно большие. Поэтому ты имеешь опыт общения с моими студентами, да? Или нет? Да, есть ребята, с которыми в частности из моего города я общался, тут пересекались. Это Костя. Они Саша и Наташа. Саша и Наташа. А, правильно. Правильно. Они айтишники, да? Да, да. Плашники. Угу. Вот. И... Ладно, вернемся опять-таки к этому вопросу. Скажи, что ты можешь сказать обо мне, потому что ты практически ничего не знаешь, ни хорошего, ни плохого. Я тебя прессовал на сотрудничество со мной? Нет, я такого не припомню. Я единственное, что изучал ресурсы, то есть смотрел постоянно видео, которое ты публикуешь. Вот. У меня мнение однозначно позитивное, что ты много очень интересных вещей говоришь, в том числе и родителям, допустим, чтобы они из роликов тоже, чтобы они больше не боялись, что опускали, что это безопасная сторона. это не что-то там экстремальное такое. Ну, я извлек только позитивное из твоих роликов, из твоей информации, из твоей работы так как-нибудь, из того, что ты делаешь. Да, причем то, что касается самой агентской работы, оно в принципе-то не было applicable, то есть тебе это не надо, я тебе даже и не мог этого сделать, по большому счету, а тебе это было и не надо, но при этом, в общем-то, польза, она есть. И вот, заметьте, что польза чисто многоэмоциональная, то есть объяснить человеку, что нету ничего там страшного, ничем не отличается Австралия от России, там имеется ввиду, ты не видишь куда-то там совершенно там на Марс, в принципе, правда, у тебя и будет. Уже опыт. Ну да, я уже был в Австралии, месяц это все-таки немало, месяц это уже солидно, причем я был, жил в Хостелах, то есть такой очень экономный вариант был, так-то довольный, ну, конечно, я потратил, помню, что я приехал, спросил ему Господи, потратил денег, но это стоило того, это стоило того, серфинг, волны, океан, теплый. Ну, сейчас холодно. Сейчас прохладно. Сейчас прохладно. Сейчас прохладно. Хотя и катаются. Как видел, да. Ну, теплую костюм дорого стоит, да? Ну, его надо летом брать, то есть в декабре там распродажа на зиму, как говорится. Зимой это будет на апреле. Больше штуки, да? Ну, где-то да, 600, по-моему, так. Ну, что-то такое, нас тоже брали, наверное, дороговато. Вот, теперь, что касается, что касается выбора, окей. Сразу скажем, если я не занимаюсь этим курсом, вот как Малхас был, как ты там, еще там в течение этого времени достаточно много людей, то, пожалуйста, вы используете этот ресурс, пожалуйста. Ай, Дарел. It's easy. I do it. I do it. I'm sorry. It's okay. То есть вы используете видео, вы разговариваете, ну, пожалуйста, разговаривайте с Андерелем. Если вам надо ехать, допустим, на любую околоинженерную, то есть инженерную, инженерную, менеджмент, инженеринг-IT, информационную систему, вот эту, то есть вот на эти, как бы так, или в UTS, или на эти специальности, или на эти специальности в UTS, пожалуйста. Я думаю, что Андрей человек нежадный, поделиться информацией, он может всегда. Все эти образцы, там, курсовых работ, не знаю, экзаменационных билетов. Если я найду свои, я ему отдам. Ну, что-то, конечно, найду. Вот. То же самое вы можете спрашивать у него. Сейчас не может идти речь о том, что я буду захлебываясь, пламывать вас всех, идти, видимо, в бизнес-колледж, в СПЮ, там, еще куда-то. Потому что нельзя съесть больше, чем ты можешь переварить, иначе у тебя будет заворот кишок. Я не могу делать больше, чем 150, по-моему, человек. Это вот так отняли. Не то, что нянчится, но просто, ну вот мы сегодня что делали? Абин открывали, да? Ну, представь, что я в год должен открыть таких 500 Абинов. Ну, это большая затрата. Это уйдет 20 минут в день. Это много. Каждый, да? А надо так с вами наоборот. Не все могут АФН открыть. Потом надо... То есть, ну, Андрей, его преимущество в том, что он может спрашивать советы. То есть, кто такой такой преподаватель? Я их же знаю. В принципе, могу даже поговорить с преподавателем. В основном, человек сам самостоятельный, все ведет сам. Цель моих студентов, то есть, моя цель для моих студентов, которые учатся в том же СКИ, в Вильямс Бизнес Колледже и, допустим, в стенах это Лойцар, предположим. Организовать работу так, чтобы люди помогали друг другу. По большому счету, чтобы люди помогали друг другу в рамках вообще, не только там, скажем, ехать... Ведь быть в проекте Рамзестом, это не значит обогащать только меня. Это значит пользоваться вот этой базой данных, связями, связями, кому надо, по аккомодейшн, тебе, наверное, не будет надо, потому что, все-таки, ЮТС, наверное, тебе в итоге даст, после первого полугода. А аккомодейшн? Да. А я что-то не хочу, честно говоря. Даже уже не хочешь. Я хочу сам. Все сам. Все сам. То есть, доску туда, по знакам, девочек не привезти. Нет, там очень строгие правила, я читал просто, и разговаривал с девочкой с одной. Все очень... Никитина? Женя? Ой, я не помню. Маленькая такая. С Гудея. Какая-то на меня вышла, хотел тоже там помочь. Ну, и я так понял, что это не для меня. На полгода контракт, здесь его не разорвать, гостей не привезти, никто у тебя не останется. У меня просто мама собирается тоже в гости приехать. А, ну, посмотреть. Она очень хотела Австралию всегда посмотреть. Кстати, когда будешь учиться, возьми statement of entertainment, и наши же ребята расскажут, как все это делается. И Слава Козловский же учится, ты знаешь, да? Да, мне говорили. Он учится в марте на земле у меня уже год, поэтому обратишься к ним. Что бы... А она приехала к студенту? Нет, это не только это. Он тебе объяснит вообще за жизнь, и тоже тебе может подкинуть какие-то материалы. Слава вообще, парень очень хороший, толковый, Надо снимать знакомые. Да. Я пока еще поиски жилья, да, и я еще пока немножко... Ну, неделя еще прошла с лишним, то есть, нет, почти две уже. Да. Кстати, если тебе нужно было покупать машину, хотя это не факт, что тебе вообще нужно, то тогда в этом случае тебе надо будет жить лучше не в сети, и... Покупка. Да, чтобы... Я хотел сначала машину, но сейчас я хочу велосипед. Опасно, достаточно опасно. То есть, тут некоторые иногда водители, особенно, так сказать, из Китая, Корея, они не очень внимательные, поэтому... Пока ты не закончишь свой курс, лучше не все-таки это, да? Постарайся со здоровьем не играть. Кушай хорошо, спи хорошо, и... на велосипеде, особенно на вот этих маленьких мотороллерах, вот спутерах. Постарайся не ездить, потому что может очень плохо закончиться. Вот. Ну, что сказать, ну, наверное, ролик такой получился скучный, но самое главное, что хотелось донести... А, Бетти, самая главная идея, что... Первое, не стесняйтесь спрашивать совета, помощи иногда. У меня, если не собираетесь ехать на те программы, которые я вам могу дать. Если вы, допустим, едете в Вильямс Бизнес Колледж и спрашиваете у меня совета, при этом не хотите, чтобы это делать через меня, мне будет обидно тогда действительности. Но я, правда, не могу понять, почему это может случиться. Я денег с вас не беру, а помощь буду оказывать. Но оказывать вам помощь и демонстративно поворачивать в спину, наверное, не очень приятно, да? Но если... Если человек идет в UTS, в Юниор в Вестерн Австралии, идет в Макуэр Университ, и так далее, и так далее, человек подойдется сам, а не с агентством, это люди наши. Все возможно, действительно. Слава Козловский тоже, я ему сделал небольшой курс ангену, UTS, это его. Я бы представлял интересную, денег-то я за это не получал, Маквори то же самое. не бойтесь обращаться, у нас есть люди, не надо даже, может быть, ко мне обращаться, ну, видите, в UTS, спросите, человек ответит вам, не надо, наверное, отнимать у него часы и часы времени, он учится, подрабатывает, спать должен, девочку привезти, и так далее. Вот. Но вы же вам, такой простейший какой-то совет, вопрос, ответ, материалы пожелал там и так далее, и так далее. Как приехать, где чего, как, что, что, почему, можно ли серфить, где серфить, и так далее. С удовольствием это расскажешь. Да, конечно. И другие люди, то есть не надо бояться, то, что иногда я выгляжу достаточно агрессивным, я выгляжу достаточно агрессивным, что там, грех отроить, ну, по крайней мере, на видео. Ну, может быть, в отношении там каких-то. Старались, по крайней мере, казаться. Да, это еще не значит, что здесь такой отпетый хан, который отфутболит вас, если у него не будет с вас какой-то там материальной выгоды. Выгода может только одна, то есть, если вы идете со мной. Если вы подаетесь в другое учебное заведение, ради Бога, добро пожаловать, приходите, создавайте вот эту маленькую разрастающую общину людей, которые помогают друг другу. Единственное, вот, контакт, условия. Старайтесь это делать без образовательных агентов. Я являюсь образовательным агентом, но мысль такая, такая, что фактически я член вот этой образовательной группы, я не веду себя как образовательный агент, я часть этого коллектива, и часть, допустим, коллектива СИКЮ, университет Центрального Квинсинга. Если люди будут работать так, то будет хорошо, но в этом случае это не работа образовательного агента. Чем вам может помочь, вот, допустим, давайте говорить открыто, что есть образовательные агентства, которые привозят в тот же самый UTS людей. Чем они могли помочь Андрею? Почему был выбор не в пользу агента? Потому что он прекрасно понимал, что ничем они помогать ему здесь не будут. Если бы он знал, что он подаст за те же самые деньги, но получит добрый совет, помощь, и будет получать помощь уже здесь, ты бы подался, наверное, да? Ну, к тому же я хочу сказать, что IELTS они все равно за вас не сдадут, и IELTS тут уже подготовка. Ну, погоди, ты мог бы идти, если бы не IELTS, ты хорошо знаешь английский, а так бы через INSEARCH. Ну, INSEARCH, это, в общем-то, дорогая вещь. Очень дорогая, очень рекомендую. Выучить английский гораздо легче, да. Я посмотрел, думал, я сначала был не уверен в своих силах, признаюсь честно, я рассматривал INSEARCH, у меня шестерка сначала была, думаю, о, шестерка есть, слава богу, INSEARCH, там, сколько-то недель, пять недель, по-моему, ну, прилично стоило. И все-таки я пересдал на шесть с половиной. Конечно, я считаю, что нормальный должен быть уровень, все-таки, наверное, семь, лишний, чтобы прям очень себя комфортно здесь чувствовать, потому что все-таки люди общаешься и, допустим, смс-ком переписываешься и замечают, допустим, что у тебя с английским немножко проблемы есть, а то как-то странно предложение у тебя самоудобное. Ну, не на этих, как говорится, ну, да, понятно, все со временем. Так что учите английский при любой возможности, я считаю, даже в обеденный перерыв на работе взяли книжечку, сделали упражнение какое-то, хоть что, это местительная работа. А кто, допустим, человек холостой, немеет девушку, взял девушку, говорящую по-голубински, пошел по-серкому, а кто-то говорят. Да, и приятный, на душе, то есть всегда, или, я не призываю вас тут работать на износ, но есть работы, которые дают общение. И тебе, кстати, тоже салют. Латерская, по-моему, есть. А, работать за бесплатно как-то не комфорт, но есть работа, допустим, в том же самом шопе, или фитнес-центре, где ты постоянно общаешься и делаешь это на английском языке. В этом случае, ну да, может быть, ты зарабатываешь всего 18 долларов в час, ты постоянно общаешься. То же самое с Женей Никитиной, запустим, вот хорошая девчонка, у нее английский, он просто великолепный, и очень даже вырос, ты ее встретишь там, она делает мастер-профессиональный контракт. Сама, кстати, тоже подавалась. У нее виден прогресс, у нее был хорош, но виден прогресс, но сейчас, по-моему, у нее даже и акцента нет. Она работает в этих шопах, она разговаривает с людьми, разговаривает с руководством, допустим, шопах, и получается все очень хорошо. Ради этого, в принципе, может быть, стоит поработать. Я считаю, что да, надо с нейтем, конечно, практиковаться, русскогласовые связки подстраивают действительно под акцент, ты уже не можешь говорить там в нашем русском таком прям сильном, с таким акцентом, потому что тебе стремно. Ты стараешься, стараешься говорить нормально. This is parking for two cars. Взрыв мозга, как говорили. Ладно, Андрей, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты пришел сюда, в ТЭК. Сейчас попробуем найти тебе какой-то материал на одном из наших компьютеров по Master of Engineering Management УТСовскому. По-любому я тебе какой-то материал донайду и просто скажешь, какие у тебя предметы. Для аккаунтинга у меня даже книжка где-то там заложалась, боюсь, что все-таки эдишинг будет не тот, нужно что-то покупать. У меня есть менеджер-пипл, у меня есть, по-моему, фанэншал-менеджер-пипл, если оно у тебя будет, если нет, а его будет. Что-нибудь да будет. Ну, спасибо. Спасибо большое.